Аркадий Новович, объясните, пожалуйста, понятие «видеть духом». Что здесь имеется в виду, как душа и мозг связаны с духом? Да, вот у нас есть глаза, и мы им тоже видим. Но как бы не полно видим, а в тех рамках и ограничениях, которые нам дают по мере нашего развития. Вот есть знаменитая формула Эйнштейна – E, то есть энергия равна m, то есть массе умножена скорость света в квадрате. Всё в этой формуле верно, кроме одного. Слово квадрата надо было писать не цифровым кодом, потому что как себе представить, если скорость света по его же утверждениям предельна, то чего 300 000 умножать на 300 000? Что это за такое математическое действие? То есть одну предельность умножить на другую предельность? Так вот, там надо было слово С после С поставить буквенное выражение этой идеи. С – скорость света в квадрате. В квадрате. Понимаете разницу? Не квадрат скорости, а скорость света в квадрате. А квадрат – это и есть экран нашего сознания. То есть в экране нашего сознания скорость света предельна. Она имеет ограничения. У апостола Петра есть такое свидетельство духовного видения. Он говорит, что я видел квадрат света, который спускался как бы с небес и был закреплен на четыре угла. То есть спускался квадрат света. Вот это и есть тот самый экран. Восприятие, которым мы все пользуемся. А за этим экраном тоже что-то есть. Сквозь него, на самом деле, когда у вас начнется открываться ясновидение, у вас будет такой момент. Экран возникнет, вы на нем будете видеть все, что хотите. Будете заказывать и будет появляться. Так вот, но со временем наступит момент, когда надо просто войти в этот экран и выйти за его пределы. Но если вы к этому не готовы, вы не пройдете. Вы сделаете шаг вправо, чтобы обойти, и он скользнет вправо, чтобы вас не пропустить. Вы влево, и он влево. Вы вверх, и он вверх. Вы вниз, и он туда же. Вы его не обойдете без готовности видеть тот другой духовный мир. Но когда вы туда войдете, вы начнете видеть дух. Вы начнете видеть не то, что вам показывают на экране сознание, а то, что есть в действительности, в реальности мира. Он гораздо более глобальный, всеобъемлющий. И чтобы в нем ориентироваться, надо развить себя. Собственно, чем мы и занимаемся. Мы передаем вам те знания, которые вас должны развивать. А благодаря этому у вас откроются ваши внутренние хранилища, библиотеки, которые хранятся в нейронах вашего мозга. И благодаря этому вы начнете, по сути дела, получать совсем другие знания. И на основе этих знаний совершенно по-другому. И относиться к реальности, и строить эту реальность. Потому что строить реальность – это ваша задача. Вы и являетесь прорабами перестройки. Спасибо, Аркадий Наумович. Вот следующий вопрос у нас есть. Мария спрашивает. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши слова. И вы получите высшую степень свободы – ответственность. Как сочетается свобода и ответственность? Напрямую. Если вы ответственно строите мир, то мир не сопротивляется вашему действию никогда. Потому что вы учитываете интересы не только свои лично, но и мира. Значит, вы избегаете стадии сопротивления. А если нет сопротивления, вы всегда свободны. Понимаете? Свобода – это та, где никто не сопротивляется вашим желаниям, вашим действиям. Как получить внешнюю и внутреннюю энергию? Ну, олицетворением, вернее, внешней энергии является наше Солнце. Это внешняя энергия. Олицетворением нашей внутренней энергии тоже является Солнце. Но то Солнце, которое внутри нас… У нас есть Солнце номер два. Это Солнце – это Солнце нашей Души. Если вы выйдете напрямую в общение с вашей Душой, то вы начнете напрямую и получать энергию вашей Души. Это ваш внутренний источник. Есть понятно? Ничего сложного? Я стараюсь очень просто объяснять. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok